В этом уроке мы изучим ходы коня и пешки. Ход коня не похож на ходы других фигур. Конь передвигается замысловато на два поля вперед и одно поле вправо или влево. Давайте обозначим стрелками, как может пойти конь из этой позиции. Он может пойти на это поле, на это поле, два поля вперед, одно влево или вправо, значит на это поле сюда, сюда, сюда и сюда. Обратите внимание на то, что конь всегда попадает на поле, имеющее цвет, противоположный цвету поля, с которого он ходит. Здесь цвет поля белый, а попадает он на цвет поля черный. Конь единственная фигура, имеющая право во время своего хода перепрыгивать через другие, как свои, так и чужие фигуры и пешки. Здесь конь может перепрыгнуть через чужие фигуры или через свои. Вот такие ходы может делать конь. Конь бьет фигуры соперника так же, как и ходит, снимая чужую фигуру с того поля, на которое он идет. В позиции, представленной на экране, конь может взять ферзя черных, слона черных и коня черных. Например, вот так, перепрыгивая через другие фигуры. Фигуры, которые он перепрыгивает и пешки, он, конечно же, брать не может. Или, например, возьмем слона черных или коня. Пойти на место, занятое своими фигурами, конь не может. Например, сюда конь сходить не может. Сюда тоже не может. И сюда не может. Конь может пойти только сюда. Теперь давайте изучим ходы пешки. Пешка, в отличие от других фигур, берет фигуры соперника не так, как ходит. Кроме того, она может ходить только вперед и не имеет права отступать. Пешка перемещается вперед на одну клетку за один ход следующим образом. Пешка белых может пойти на это поле, а пешка черных на это, только вперед. Сходили пешкой белые, сходили пешкой черные. Когда пешка находится на первоначальном поле, как показано здесь, она имеет право во время своего первого хода передвинуться либо на одно, либо на два поля вперед. Давайте посмотрим. Пешка может сходить как на это поле, так и на это поле изначальной позиции. Например, вот такой ход или вот такой ход. Только изначальной позиции. Если пешка изначальной позиции уже продвинулась вперед, она может делать ход только на одно поле вперед. Здесь пешка может сходить как на одно поле вперед, так и на два поля вперед изначальной позиции. Пешка берет фигуры и пешки противника на одну клетку вперед по диагонали влево или вправо. Давайте посмотрим. Белая пешка может взять коня и может взять пешку черных. Черная же пешка может взять коня и может взять пешку белых. Как это происходит? Сделаем ход пешкой. И пешка поменяла вертикаль движения. Давайте вернемся. Теперь можем срубить эту пешку. Произвести взятие. Давайте возьмем коня. Теперь черная пешка может или сходить вперед, или взять коня противника. Кстати, белая пешка здесь также могла пойти вперед, так как взятие в шахматах не обязательно. Давайте сходим, возьмем пешкой. И здесь пешка, например, осуществляет взятие коня противника, меняя при этом вертикаль движения. Дальше пешка может идти только вперед по этой вертикали, если опять же на ее пути не попадется другая фигура, которую можно будет взять и сменить вертикаль движения. Белая пешка тоже идет вперед, уже по вертикали С. В следующей позиции пешки не могут сделать ни одного хода, потому что они мешают друг другу. Взятие у них будет следующим. Если на этих полях будут находиться фигуры или пешки противника, например, здесь фигура или пешка белых, а здесь фигура или пешка черных, эти пешки могут осуществить взятие. Теперь мы изучили ходы фигурами и пешками, а в следующем уроке мы изучим особые ходы. Это рокировка, превращение пешки и взятие на проходе. Смотрите следующий урок.